Белый дом в четверг распространил заявление, в котором осудил провокационные ракетные атаки по Израилю, нанесённые иранским режимом с территории Сирии, и назвал неприемлемым размещение иранских ракетных систем в Сирии. Ранее израильские военные заявили, что иранские войска в Сирии выпустили 20 ракет по израильским армейским постам на голландских высотах. Израиль в ответ нанёс ракетные удары по иранским позициям ПВО, радарным станциям и складу боеприпасов. После выхода США из соглашения по ядерной программе Ирана, израильская разведка предупреждала о возможности подобных действий со стороны Ирана. Ракетная программа Ирана и активность страны в Сирии давно вызывает опасения не только у Израиля и США, но и во многих европейских странах. И хотя Европейский Союз отказался выходить из соглашения по ядерной программе Ирана, многие страны Европы заинтересованы в ограничении ракетной программы и активности Ирана в Сирии. После выхода из ядерной сделки администрация Дональда Трампа в свою очередь рассчитывает с помощью санкций вернуть Иран за стол переговоров. Государственный секретарь США Майк Помпео планирует начать серию переговоров с целью убедить союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии оказать давление на Иран, чтобы иранское руководство заключило новое соглашение с учетом ракетной программы и активности в Сирии, где Иран выступает на стороне режима Башара Азада.